здравствуйте друзья в этом обзоре мы с вами рассмотрим еще одно zigbee устройство проекта modcam.ru это сенсор непрерывного мониторинга радиоактивности из названия становится понятно что это устройство ведет непрерывное измерение радиоактивного фона что будет весьма не лишним для своевременной реакции если вдруг случится какая-то техногенная катастрофа либо правильно отреагировать на случайно попавшие в дом предметы которые могут сильно фонить на сайте проекта статья посвящена этому устройству появилась 5 июня 2020 года ссылку вы найдете в текстовом файле в описании тут есть вся информация необходимая для самостоятельной сборки устройства точно так же как и для других устройств проект известные мне ссылки по которым можно приобрести готовые изделия также будут в этом файле ссылку ищите в описании мне досталось готово устройство собранное в украине согласно чертежам на сайте проекта в том числе и рекомендуемый корпус g407 серого цвета размером 120 на 60 на 30 миллиметров одна из торцевых заглушек корпуса заменена на распечатанную на 3d принтере с отверстиями для светодиода и разъема питания micro usb половинки корпуса соединяются между собой при помощи четырех винтов штатно он обеспечивает защиту от проникновения пыли и влаги по стандарту ip54 но в этом случае в нем добавлены отверстия для диода и питания плата спроектирована четко под размер этого корпуса и по габаритам и по монтажным отверстиям она имеет два отсека для установки трубок счетчиков гейгер длиной 90 или 107 миллиметров такие как sbm 20 или его китайские аналоги j305 или m4011 корпус в разобранном виде мне понравился выбранный вариант хорошая качественная сборка весьма приличный вид моем варианте это была версия с двумя трубками счетчиков гейгер sbm 20 в этом случае берется усреднение значения по обоим устройствам можно оставить и одну трубку стоит помнить что к трубкам подведено высокое напряжение 400 вольт поэтому корпус нужен обязательно и этот гаджет спроектирован на модуле е18 м с 1 по 1 pcb на базе cc2530 и усилителя cc2592 на 100 милливатт так как стационарное питание позволяет не экономить на мощности сети zigbee дозиметр выполняет роль роутера подключать я буду на тестовый инстант с юсб стиком cc2531 версия zigbee2mqtt на момент создания обзора 1.14.1 при помощи конфигурационного аддона zigbee2mqtt assistant включаем режим добавления устройств счетчик автоматически подключается к zigbee сети после подачи питания он сразу же переходит штатный режим работы брики светодиода означают регистрацию радиоактивных частиц устройства поддерживается интеграциями zigbee2mqtt и прошивкой sls шлюза и после сопряжения он появляется в общем списке устройств аддон zigbee2mqtt автоматически создает необходимые топики в разделе home assistant mqtt брокера благодаря чему дозиметр автоматически появится в общем списке интеграции mqtt дозиметр имеет четыре сущности сенсор action он активизируется при превышении допустимого фона я покажу как его устанавливать сенсор уровня сигнала сенсор радиоактивного фона микрорентген час и сенсор количества регистрируемых частиц в минуту поддержка в zigbee2mqtt означает и собственную иконку устройства которая появится через некоторое время после его добавления как я уже упомянул устройство является роутером причем довольно мощным так что кроме своего прямого назначения она улучшит и расширит покрытие zigbee сети вот так дозиметр выглядит на карте моей тестовой сети в отличие от конечных устройств у него две связи прямая и обратная зайдем на mqtt broker для этого использую программу mqtt explorer находим топик устройства справа в окне истории видны изменения его датчика фона и количество событий для установки значения фона до срабатывания сенсора action в топике устройства в субтопике 1 set alert threshold прописываем цифру граничного фонда этот и остальные пути нужные для настройки устройства такие как управление светодиодом установка количества трубок и тому подобное можно найти в текстовом файле ссылка в описании для теста я поставил небольшое значение в 25 микрорентген час это позволит проверить работу а для бытового использования я ставлю 50 микрорентген час публикуем сообщение видно что при значении фона выше 25 в окне истории изменений топика action меняется его статус на включена соответственно при значении меньше допустимого его значение изменяется на выключена небольшой практической части этого урока мы создадим кейс который позволит подсчитывать количество алармов по превышению допустимого фона кроме этого это количество будет сохраняться в течение текущих суток и вчерашнего дня для удобства я оформил все в виде одного пакеджа сначала я создал два сенсора на платформе mqtt в них я указываю название топиков которых будут храниться значение эти значения будут передаваться сенсором кроме название топиков указываем название для самих сенсоров теперь перейдем к автоматизации первое будет подсчитывать количество алармов по событию включения на сенсоре action дозиметра в топе количество срабатываний в течение дня будет записываться его текущее значение увеличенная на единицу конечно в этой части можно прописать что угодно уведомление включение красной лампочки сирены и так далее вторая автоматизация будет запускаться в первую секунду новых суток она сохраняет в топике количество срабатываний за предыдущий день текущее значение накопленное за сутки а третья которая сработает через несколько секунд после второй обнулить значение дневного сенсора точно таким же образом можно собирать данные в разрезе например недели или месяца для применения изменений нужно перезагрузить инстанс после чего значение появится в указанных топиках mqtt-брокера пример отображения в интерфейсе lovelace текущий фон отображается на кастомной карте из хакс которая называется mini graph card линия графика меняет свой цвет в зависимости от значения а под ним созданные нами сенсоры берущие значение из топиков mqtt-брокера коды карточек также доступны текстовом файле ссылка на который в описании под видео на этом все надеюсь видео было вам полезным и интересным если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал напоминаю что все интересные новости по тематике умного дома а также купоны и распродажи вы можете всегда увидеть на моем телеграм-канале ссылку ищите в описании до свидания до новых встреч